Глава Коми отправил правительство республики в отставку. О своем решении он рассказал на брифинге. Полномочия председателя правительства в период формирования нового состава возложены на Эльмиру Ахмееву. Из сегодняшнего дня, пока не будут сделаны назначения, все министры работают с приставкой ИО. Я принял решение о распуске правительства республики Коми. И хочу поблагодарить коллег за совместную работу. Условия были непростые, условия были экстремальные. И прошу продолжить работу в статусе исполняющих обязанностей до назначения нового состава правительства. Сделаю это достаточно оперативно. Полномочия председателя правительства в период формирования нового состава будут возложены на Эльмиру Ахмееву. Еще раз повторю, перед республикой стоят очень важные глобальные стратегические задачи развития. Для этого мы избрали новый вектор развития. И, безусловно, под новый вектор развития необходимо сформировать новую команду. Что я и начинаю делать. Губернатор поблагодарил прежний состав Кабмина за совместную работу и назвал минувший год важным и результативным. Была заложена крепкая основа для будущего поступательного развития. Сделан большой задел для дальнейшего движения вперед. Новый состав правительства будет объявлен в течение двух недель. И, как отметил Владимир Уйба, новой команде предстоит решать стратегические задачи. Напомним, по поручению президента, не позднее марта нужно утвердить план по диверсификации экономики и реализации программы социально-экономического развития региона. Сегодня перед республикой стоит задача развития обрабатывающих производств. Я уже об этом тоже очень много часто говорю. О том, что нас не устраивает только заготовка сухая и отдача всех больших дивидендов на сторону, где идет переработка. А именно сосредоточиться на переработке добываемой сырья, природных ресурсов. Тем более, что мы вышли в правительство, это все 21-й год, в правительство России с планом диверсификации экономики республики 21-26. Получили утверждение плана диверсификации. Ну и, по сути, приступили к его реализации. В план диверсификации вошли 50 крупных инвестиционных проектов, по которым к 2026 году планируется привлечь в экономику региона 150 миллиардов рублей частных инвестиций. Это позволит вывести регион на принципиально новый уровень развития, станет основой для экономического роста отраслей, в особенности для лесопромышленного комплекса, сельского хозяйства, добычи рудных и неметаллических полезных ископаемых. Большое внимание и в социальной сфере. Отдельного внимания требует, конечно же, механизм повышения качества жизни населения республики, в том числе развития сфер социальной защиты. Сюда мы в первую очередь относим здравоохранение, вопросы благоустройства городской и сельской среды, конечно, развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, чтобы люди хотели жить и работать в республике. За год правительством республики была проведена большая и системная работа. Правительство уделяло огромное внимание решению стратегических задач. Была пересмотрена стратегия социально-экономического развития региона. Основные направления работы по восстановлению экономики, росту деловой активности и созданию комфортных условий для ведения бизнеса вошли в инфестиционное послание и инвестиционную декларацию республики Коми. И, как нам сообщили в правительстве, опираться при формировании нового состава кабинета министров будут на местные профессиональные кадры. Работа будет проводиться с учетом мнений общественных организаций и объединений, депутатов всех уровней и отраслевиков. Эта работа уже идет.